Ну, хорошо, что выиграли. Встречались две команды, скажем так, добротные, можно сказать. И прервали сегодня две серии. У Ангушта 8 игр, не пропускала команда ни одного мяча. У нас 5 игр. И мы пропустили, в общем-то, ненужный гол на 90+. Но, и тем самым, хочу сказать, что игра была такая обоюдоострая. Хотя мы сопернику мало что позволили создать возле своих ворот. Забили со стандарта. Ну, и у нас, скажем так, много моментов не было. Использовали также стандарт и 11-метровый. Но, хорошо, что мы забили. И честь нам и хвала, но плохо, что пропустили. Еще раз говорю, соперник очень хороший, мало пропускает. Вот. 8 игр команда не проигрывала. В общем-то, считаю, что, ну, мы ближе к победе были и заслуженно победили. Спасибо, коллеги. Жанны вопросы? Михаил Ильич, показалось, что в первом тайме как-то сыренько вообще команда играла. В основном прибавили во втором тайме. Что сказал? В пенальти? Я бы не сказал, что сыренько. Вот. Мы, поймите, мы готовились к этой игре. Мы понимали, с кем мы играем. Да. Команда обучена. Еще раз повторю, на протяжении 8 игр команда не проиграла. Вот. И мы понимали, с кем мы играем. Естественно, у нас было волнение. Да. Праздник, как вы понимаете. Очки нам нужны были. Видно, немножко закрепощенные были ребята. И после первого гола, который мы забили, более-менее раскрепостились. А так, в общем-то, сыграли очень плотно, дисциплинированно. И думаю, от этого и результат. Спасибо. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста. На протяжении всей 8 части вы ходите на старт одним и тем же составом, без исключения травмированных игроков. Это универсальная состава играть под разные схемы? Или вы играете все время, стараетесь одна и та же схема придерживаться на игру? Схема? Ну, это для вас схема. Для нас это ведение игры. И команда, ребята все, кто бы у нас не травмировался, как вы по нему знаете, у нас и Ребекони с травмой был сегодня в заявке, и Путилин у нас травмированный до конца сезона. У нас ребята знают, понимают, что им делать на поле. А схема – это для вас. Команда играет в атаке по одному, в обороне по-другому. Что такое схема? Начальное построение. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо, господи. Спасибо. Главный тренер футбольного клуба «Ангушт» Халимбеков Арсуан Шарапудинович. Арсуан Шарапудинович, комментарий по игру, пожалуйста. Ну, мы готовились к этой игре, знали силу соперника. Скоро слов, действительно, хорошо организованная обученная команда, с хорошим подбором игроков, с ровным подбором игроков. И, в принципе, мы готовились к такой сложной игре. Ну, считаю, что игра нам удалась. То есть, содержание игры, я считаю, положение. Да, результаты они добились, и обидно, что ошибки допустили мы сами. Мы сами допустили ошибки, и в случае с пенальти, и в случае со стандартом они разобрались с игроком. Ну, ребята до последней минуты, до проигрывающего со счетом 2-0, все равно стремились играть в атаку. То есть, не сложили руки, и, я думаю, не хватило немного времени, чтобы, может быть, дожать скоросту. Так же. Руслан Сарапудинович, скажите, пожалуйста, команда «Ангушт» выглядела наиболее предпочтительной из всех команд, которые приезжали на берега Дона играть, но, тем не менее, все равно проиграла. Может, что не получилось сегодня? Что, наверное, не хватает, скорее всего. Нам не хватает, у нас, вернее, проблемы с игроками атаки. Сегодня в атаке играло два номинальных полузащитника, играло нападающими. Вот, выпало сразу четыре нападающих, вдвое по травмам, трое по травмам, и один по семейным обстоятельствам выпали с этой игры. Поэтому, может быть, не хватало впереди, не хватало концовки. Ну, вот это, наверное, основная причина, то, что не смогли завершить дело до конца. Еще вопрос, коллеги. Такой вопрос, сегодня прервала сухая серия Кубы Нового Кубаска, представляющая пять матчей, пять с половиной. Можно ли гордиться, как утешительный приз воспринимать то, что именно ваша команда прервала эту серию? Ну, и у нас прервалась, кстати, серия, если вы знаете, я так не слежу, у нас, по-моему, из восьми игрушек эта серия составляла. Ну, на то они и серия, чтобы когда-то прервались, да. Как-то я за этим не следил. Я знал, что СКА Ростов в этой весенней части не пропустил ни одного гола. Ну, можем, ну, не знаю, довольствоваться этим или нет. Конечно, хотелось бы набрать очков. Это было бы больше, наверное, удовольствие получили, чем этот гол, который забили, да. Спасибо. 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 Спасибо.